Хотя погода и благосклонна нынче Куснерцем, ночная температура все же опускается ниже 20 градусов. Замерзло 40% канализационной системы поселка, фекальные воды продолжают разливаться по территории. В райцентре побывали представители Министерства ЖКХ Республики и Департамента коммунального комплекса. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому после небольшого совещания группа выехала в поселок. Осмотрели станции напорной канализации изнутри и снаружи. Был проведен ряд осмотров объектов канализационных насосных станций, финансово-хозяйственной деятельности Персея. Проведены ряд совещаний. Даже с созданием дополнительных звеньев, восстановительные работы идут медленно. 90% времени приходится на прогрев канализационных труб. Очень много длинных участков. Все об этом знали. И теперь в октябре это вдруг кому-то становится новостью. Это не новость, это следствие бездействия и безхозяйственности наших властей, как районных, так и поселковых. Не хотят договариваться или не могут, или причины мы как депутаты не можем понять. Администрация поселка взяла на себя расходы по КСМ, организовав таким образом откачку септиков в гимназии и центральной больнице. Население ищет выходы самостоятельно. Давтра планируется совещание у министра жилищно-коммунального хозяйства с участием генерального директора теплоэнергосервиса. И окончательное решение будет принято на данном совещании. Я думаю, что тепло все-таки в канализационной насосной станции будет запущено. 6,5 тысяч жителей поселка стали заложниками фекальной катастрофы. А что будет весной? Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Уснера.